Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 дробь 3. Праздничный выпуск программы «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Здравствуйте. Итак, Оренбургу 270. Круглую дату отмечали с размахом. За три праздничных дня в областном центре выступили больше 10 тысяч артистов. Главные торжества развернулись на стадионе Оренбург. Там прошло театрализованное представление, а после на сцену вышли музыканты из рок-группы «Би-2». До поздней ночи за всеобщим весельем наблюдали наши Елена Кузнецова и Станислав Доминов. Шоу началось со скандала. Буквально за три часа до начала концерта в интернете появилась новость выступления группы «Би-2» под большим вопросом. Якобы бас-гитарист группы на своей странице в социальных сетях заявил об отвратительном качестве музыкального оборудования. И даже усомнился в том, что артисты выйдут на оренбургскую сцену. Но в этот день горожане в интернет не заглядывали. На трибунах главной праздничной площадки тысячи оренбуржцев ждали начала действа. Ждем больше позитива и «Би-2» очень ждем. Ожидаем, что будет хороший веселый концерт, что будет всем весело, что все будет хорошо. Естественно, хорошего настроения, замечательных людей, которые любят наш город. Вот праздник был, да еще какой. Живые цветы выстраивались в огромные букеты, костюмы слепили красками. Режиссеры расстарались, действие разворачивалось на всем огромном поле. Три тысячи актеров, певцов и музыкантов все вместе создали удивительное масштабное шоу. И каждый артист, даже самый юный, не жалел силы улыбок. Ведь все понимали, они не просто танцуют, а поздравляют с юбилеем свой город. Город – это все то, что у нас есть. Это и родные, и родители, и друзья. И все-все. В юбилей оренбургцы получили еще один весомый повод гордиться своим городом. Губернатор и мэр вместе вышли на сцену, чтобы из рук в руки перешла почетная грамота. Оренбург получил долгожданное звание. Я поздравляю вас с присвоением звания «Город трудовой славы». Спустя полтора часа после начала концерта на трибунах заерзали от нетерпения. Подошло время столичных гостей. Их визит дорогого стоил. По слухам, за концерт заплатили несколько миллионов. И совершенно точно известно – расходы взяли на себя нефтяники. Это группа, которая по опросам, по шлоку с группами выбрала молодежь. Поэтому мы и нашли возможность ее пригласить, оплатить. И сегодня они, я думаю, подарят еще незабываемые ощущения нашим горожанам. И они все-таки приехали. Перед выходом на сцену музыканты подтвердили – ярких эмоций будет с лихвой. Тай, Оренбург, с праздником вас! Мы вас любим! Мы сейчас сыграли в конце концерта. Зрители покинули свои места уже на первых аккордах. Сцену взяли в кольцо к припеву. Вокруг Би-2 колыхалось живое море фанатов. Варвара, полковник, фанаты подпевали пусть не вынесон, но громко и хором. 40 минут Би-2 работали на сцене, и ровно столько же оренбуржцы неустанно скандировали. Главный праздник промелькнул пестрым калейдоскопом, а закончился грандиозным фейерверком. От солидных залпов сотрясались трибуны, в небе распускались огромные цветы. Фейерверк длился больше 10 минут и закончился вместе с юбилеем. За полночь. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Праздничные мероприятия одновременно прошли в разных районах города. В Северном округе местом всеобщего веселья стал парк 50-летия СССР. Под вечер люди старшего советского поколения вспоминали молодость. На сцене звучали хиты 20 века. Репортаж Юрия Мишенина и Виктора Горшенева. Парк 50-летия СССР – одно из тех мест, где празднование юбилейного дня рождения города Оренбурга проходило с утра и до позднего вечера. Кульминацией праздника здесь стало выступление заслуженного артиста России Сергея Беликова. Парк 50-летия СССР – твой адрес Советский Союз. Парк 50-летия СССР – твой адрес Советский Союз. Особо известные песни Сергей Беликов и оренбушцы исполняли хором. Под хиты прошлых лет, которых, кстати, в арсенале артиста достаточно, горожане с удовольствием танцевали. Причем все и молодые люди, которые, возможно, про Беликова услышали впервые, и более старшее поколение, которое на этих песнях выросло. Это наших лет песни, когда мы были молодыми. Поэтому и танцевали? Да, поэтому и танцевали. Довольны праздником, такое впечатление, цветы, красота. Вчера день цветом был, сегодня к нам приехал Беликов, очень все хорошо. Естественно, не обошлось и без главной композиции. Ее текст исполнитель немного подправил, признавшись в любви к Оренбургу. Будьте здоровы! Пусть в домах ваших будет как можно больше тепла и света. В прямом и переносном смысле слова ваш, Сергей Беликов. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Торжества по случаю юбилея города прошли и в мэрии. Глава Оренбурга Юрий Мещеряков устроил большой прием. С поздравлениями прибыли делегации из Швейцарии, Кореи и Лихтенштейна. Также на праздник приехали руководители муниципалитетов, депутаты и почетные жители Оренбурга. Специально к 270-летию Оренбурга учредили юбилейную медаль. Почетные знаки вручили жителям, которые внесли значимый вклад в развитие города. Такие награды в этом году получат больше тысячи человек. Мы гордимся своим городом, где хочется жить, учиться, работать и воспитывать детей. Я хочу вам благодарить всех зарубежных российских коллег. Коллег из нашей области за то, что они приехали поздравить нас и принять участие в нашем празднике. Год от года город становится еще в России и современнее. Это зримое подтверждение трудолюбия и патриотизма граждан. Дорогие Оренбурги, уважаемые гости юбилейного торжества, пусть Оренбург растет и процветает. Стоит сказать, что подготовка к юбилею Оренбурга была долгой. Большое внимание организаторы праздника уделили истории города. Так, в областном центре открылись сразу несколько памятников. Одним из первых монументы увидел Виталий Сапожников. 1 января 1822 года указом императора Александра I Оренбург был освобожден от воинского постоя. Принудительная обязанность размещать на своей территории войска в домах обычных горожан долгое время заметно тормозило развитие приграничного форпоста. Считается, что именно с этого момента Оренбург и начал по-настоящему застраиваться, пережив по сути второе рождение. Олицетворять судьбоносное до города событие теперь будет обновленная Александровская колонна. Ее торжественно открыли на набережной. Кстати, один из элементов стелы сохранился от первоначального варианта. Монумент из белого камня станет своеобразным нулевым километром Оренбурга. Отсюда будут начинаться все экскурсии. Открыли в этот день еще один знаковый монумент. Вход в гостиный двор на Советской теперь будет украшать бюст основателя Оренбурга Ивана Неплюева. Позади памятника высадится каменная колоннада. Символично, что честь открытия монумента предоставилась продолжателям дела Неплюева, современным руководителям города Юрию Мещерякову и Евгению Арапову. А появилось это творение архитекторского искусства благодаря помощи оренбургского мецената Михаила Конова. Неплюев достоин того, чтобы стоять и иметь такую позади колоннаду, которая олицетворяет его деятельность. И на фоне исторического памятника культурного гостиного двора, я думаю, это самое место. И я думаю, что это будет место отдыха оренбургцев. Хорошо, что есть такие спонсоры, есть такие меценаты, которые готовы вложить ради исторической справедливости. Поэтому поздравляю всех оренбургцев с тем, что у нас появились вот такие два прекрасных памятника. Они будут появляться, они каждый год будут появляться. Виталий Сапужников, Виктор Грушенев. Наше время. С шашкой и на коне оренбуржцы окунулись и в историю казачьей культуры. По центральным улицам города парадным маршем прошли казаки. 19 участников проделали весь путь на конях, облачившись в форму 1914 года. Эта дата символична. В Первой мировой войне тысячи казаков защищали Российскую империю. Хорошая идея. Казаки всех структур, они общаются между собой. На всех уровнях практически. И это очень здорово. Это обязательно нужно. Иначе мы забудем свою культуру, свои корни. Мы просто забудем, кто мы есть в этой жизни. А тем более оренбургский казачьи. Это на самом деле форпост. Это на самом деле граница. Породистых скукунов готовить к этому шествию начали за месяц до праздника. Сделано это было не случайно. Дело в том, что животные должны привыкнуть к шуму города, многочисленным прохожим и сигналам машин. По словам главы администрации города Евгения Арапова, возрождение традиции казачьего Оренбурга будет продолжаться. В последний раз в таком количестве конные казаки проходили по улицам города более 90 лет назад. Но история возвращается. И сейчас вот горожане видят, что такое конный казак. Это просто красиво в конце концов. Далее будут определенные планы реализовываться в части именно привлечения казачества на службу. Оренбург обрел новый спуск к Уралу. Теперь путь к реке. Это каскад лестниц, игровые площадки и цветники. Комплекс получил название «Марсово поле». О том, как в историческую часть города вдохнули новую жизнь Ольга Патрушева. Мне нравятся горки. Нравятся вот эти вот качели. Юная Злата облюбовала именно эти качели. Говорит, кататься теперь буду до последнего луча солнца. Вся ее восьмилетняя жизнь связана с этим местом. Ходила в детский садик напротив, живет недалеко. А потому четко помнит, как парк выглядел еще этой весной. До этого здесь был лес. Здесь ничего веселого не было. Здесь была спортивная площадка. Ну просто вот. Никакого газона, ничего не было. Для детей негде было поиграть. Для взрослых. А теперь вообще все для детей. О том, как все это возникло практически на пустом месте, говорят и другие жители города. Они отмечают, что теперь у главного спуска на Беловке появился серьезный конкурент. Спуск очень красивый стал. Башню построили, с которой можно весь Урал посмотреть. «Марсово поле» название историческое. Так назывался парк отдыха с павильонами, игровыми площадками и цветниками. В черте Оренбург он появился в конце 19 века. А в советское время живописное место запустили. С моей точки зрения, что ту задачу, ту цель, которая ставилась, и Юрий Дмитриевич Горайкин, который действительно инициатор этих всех больших дел, и администрации города, она, наверное, достигнута. Ну на этом работа здесь пока не закончена. На следующий год, в конце апреля, в новом сквере должен появиться памятник Петру Великому. Стоять он будет на месте вот этого камня. Между тем, пока неизвестно, как будет выглядеть монумент и насколько высоким первый российский император предстанет перед Оренбургом. Ольга Патрушева, Владимир Семенов. Наше время. Ну а жители авиагородка получили подарок не только ко дню города, но и к началу учебного года. Там открылась новая школа. Долгожданное здание возвели в рекордно короткие сроки, и уже сегодня там прошла торжественная линейка. Первый звонок услышала Екатерина Платонова. Ни сил и ни средств для нее не жалели, и сделали все, что могли. Мы вместе со стройкой росли и взрослели, и вместе к победе пришли. Нарядные, с бантами и цветами первоклашки волнуются и даже слегка напуганы. Еще бы такая огромная школа, совершенно новая, специальная для них. Этого дня в авиагородке ждали очень давно, наверное, потому линейка по случаю Дня знаний в 11-й школе больше походила на праздник всего города. Это символический ключ из рук Ивана Неплюева, высокопоставленные гости. Торжество дотянулось даже до неба. Еще немного ожиданий, двери новой школы распахнуты. Взрослые спешат увидеть плоды трудов проектировщиков и строителей, дети торопятся на первый в своей жизни урок. Все разговоры только о том, как здесь красиво и светло. Мы же к бабушке ездили на все лето. Мы приехали, когда с вокзала, нас мама с папой встречали, мы увидели и с моей сестрой просто поразились. Она такая красивая. Просторные кабинеты, тренажерные и спортивные залы, столовая и огромная библиотека. Все по последнему слову школьной техники и моды. А главное в новой школе место хватит всем. На сегодняшний день у нас 375 учащихся. В школу разместить может 425 посадочных мест у нас. Мы ждем еще. У нас пришли детки и мы ждем еще, что к нам вернутся. И другие детки, которые бы хотели обучаться, мы с радостью их примем в нашу школу. Лучшего подарка на День знаний придумать сложно. Долгожданный проект реализован и явно превзошел ожидания его авторов. Новую школу в авиагородке уже смело называют лучшей в городе. Рассчитывая на соответствующую успеваемость учеников. Потому как в таких условиях учиться иначе, чем на 45, просто не получится. В новой школе предусмотрели все и даже огромный спортивный стадион, на котором, как надеются педагоги, в самом скором времени дети начнут ставить свои первые рекорды. Екатерина Платонова, Дмитрий Журавлев. Наше время. Кстати, новая школа в авиагородке первой начала учебный год. Вообще, торжественные линейки пройдут в понедельник. Уже завтра в Оренбуржье за парты сядут свыше 200 тысяч учащихся и более 22 тысяч первоклассников. И вновь в главной теме выпуска – День города в ритме больших дворовых праздников. В Оренбурге сразу в двух местах появились современные детские площадки. Их построила и оборудовала компания «Газпром добычи Оренбург». С открытия, которое совпало еще и с Днем нефтяной и газовой промышленности. Репортаж Андрея Ивлева. Еще недавно здесь у дома номер 109 по проспекту Победы был практически пустырь с одинокими качелями. И сегодня это место не узнать. Оно преобразилось буквально за несколько дней. Детская площадка стала своего рода подарком юным оренбуржцам к дню рождения города. Дети, презент газовиков уже оценили. На карусели нет свободных мест. Путешествие по замкнутому кругу привлекает экстримам. Еще одна популярная забава – прыжки с качелей. Благо, песок невероятно мягкий и проверенный на безопасность. Хотя, что лучше – качели, карусель или просто прыгать – вопрос спорный. Плыгать! Качели! Получили! Пока дети получают удовольствие, взрослые настраиваются на торжественное открытие. И, кажется, немного завидуют малышам. Не все мы в детстве имели такое, даже и знали. А сейчас, слава богу, практически уже, наверное, нету такого микрорайона, где бы не было такой детской площадки. Очень необходимая площадка. И детям здесь и весело, и играют, и дерутся, и все на свете. Открытие площадки – хороший повод для праздника. Во дворе сегодня много гостей. Хлебом с солью угощают всех желающих. Главное внимание, конечно, детям. Программа «Газпром детям» наряду с другими программами очень востребована. Городообразующее предприятие «Газпром Добыча Оренбург» не только живет здесь, а и параллельно занимается жизнью города. С начала года компания «Газпром Добыча Оренбург» уже открыла более 20 площадок. Они появились в областном центре Оренбургском и Переволодском районах. Сегодня праздник пришел и на улицу Чкалова, к дому номер 3. Это уже традицией стало, что «Газпром» ко дню города всегда дарит такие хорошие скверы и площадки. За что мы и благодарим руководство «Газпрома» в этой работе. В финале праздника эмблема компании «Газпром Добыча Оренбург» взлетает в небо. На секунду она застревает в проводах, словно не желая покидать новую площадку. Всего на проект «Газпром детям» Оренбургское общество потратило около 29 миллионов рублей. И это не финал. Андрей Явлев, Дмитрий Журавлев. Наше время. Юбилей в ритме танца сотрудники областной станции переливания крови подарили горожанам восточную сказку. Здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда, здравствуй кто угодно, подходи сюда. Сотрудники станции несколько часов развлекали гостей праздника зажигательными танцами. А после показали горожанам театрализованное представление в восточном стиле. Мы, как коллектив творческий, креативный, лучшие станции в России, хотели продемонстрировать и, наверное, передать частичку праздничного, бодрого, хорошего настроения нашим землякам. Мне кажется, нам это удалось. Под землю на 30 лет в Оренбурге в парке имени Перовского заложили капсулу времени. Инициаторами стали молодежные движения Оренбурга. В металлический цилиндр упаковали фотографии, видеоматериалы, документы и, естественно, обращение к будущим поколениям. Капсулу извлекут в 2043 году, то есть всего через 30 лет. Столь короткий срок установлен специально, по мнению организаторов акции, мир изменяется стремительно и за три десятка лет может произойти многое. Действительно, наверное, за 30 лет изменится много и станет, наверное, многое по-другому. Мы посмотрим. Более того, когда мы думали, что закладывать, мы вот смеемся там, мы положили там DVD-диск, да, флешки. Я думаю, а будут ли эти DVD-диски через 30 лет, будут ли эти флешки? Вот, ну посмотрим, через 30 лет вскроем и увидим. Кроме того, через 30 лет Оренбург отпразднует 300-летний юбилей. И можно будет сравнить, как за это время изменится город. Считаю, что Оренбург должен быть лучше, краше, чем есть сейчас. Для этого есть все, в том числе и наша великолепная молодежь. Сейчас это молодые люди, через 30 лет, может быть, кто-то еще подросток. Через 30 лет они войдут в силу, уже будут действительно отвечать за город. Единственное, что через 30 лет мне уже будет 72, но доживем, наверное. Теперь о спортивных событиях. Ветераны сборной России разгромили своих сверстников из Оренбургского газовика. Товарищеская встреча команд прошла в день города на стадионе в Ростышах. Посмотреть вживую на легендарных футболистов пришли около 3000 человек. На матчи побывал и наш Сергей Тыщенко. На разогреве футболистов выступили парашютисты. За 30 небольших минут спортсмены буквально подняли зрителей своих кресел, показав элементы наивысшего уровня сложности. После на поле вышли главные участники действа. Бывших сборников Советского Союза и России Оренбургцы приветствовали 100 и вскоре стали свидетелями первого забитого мяча. Бубнов и компания наглядно продемонстрировали, бывшими профессионалов не бывают. Такие мастера не всегда остаются мастерами, в прошлом никогда не бывают. Естественно, быстрее думают, быстрее решают проблемы с передачами, с пасом. То есть к ним нужно приспосабливаться, если что, компенсировать физическими данными. Но ветеранов физических данных, к сожалению, таких нет, как у молодых. Ну а так, в общем-то, играть можно. Всего в воротах команды ветеранов газовика побывало пять мячей. Хозяева поля ответили дважды. Несмотря на болезненный проигрыш, Оренбургцы особо не расстроились. Сборная ветеранов России, между тем, рассыпалась в комплиментах в адрес юбиляров. Довольными в итоге остались все. Погода хорошая. Конечно, скорости не те. Но то, что вот сидят зрители, и они увидели два гола, хорошие голы. Ведь ты смотришь, вот недавно Путила забил за Волгу, там такой гол обыграл все. Эти таких голов уже забивали столько. А когда зритель приветствует, когда зритель аплодирует, для нас это те деньги, которых, может, нету в карманах. Сергей Тущенко, Вадим Доминов. Наше время. И в конце об отключениях. Городские электрические сети сообщают о том, что завтра с 10 до 17 часов жители некоторых районов города останутся без электроэнергии. Отключения также возможны и в пригороде. Неудобства связаны с плановыми ремонтными работами. Уточнить информацию можно на сайте компании в интернете, а также по телефонам горячей линии 56 83 38 или 98 48 48. И на этом все. О событиях первого дня новой рабочей недели завтра расскажет Ирина Шмидт. Всего вам доброго и до встречи. Компания «Промкомплект» предлагает Насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры. Люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 дробь 3.